Ну чё, суть в чём, мы сравним Барнакл Джиггернаут бриджевый датчик, сигнатура Миша Мансурова в максималке, с гравировочкой, со всей хернёй, с SD-SH4 бриджевые оба звучки. Чё взял, потому что за*** этот звук уже SH4 не могу. И поэтому, чё, вскроем его, посмотрим, чё тут внутри. Интересно же. Звучок обошёлся в 11 с чем-то, почти 12 тысяч рублей. То, что курс офигенный просто, космический. С 65 рублей, это то, что прописали вообще векторам перебить. Посмотрим, что-то упаковано, конечно, на уровне Алиэкспресса, но ладно, это, по сути, не важно. О, чё-то красивое, чё-то красивое. Ну-ка, отдалим, чуть-чуть отдалим. Так, вскрою здесь. Главный ценитель уже подошёл. Уже самый главный пацан. Так, открываем дальше. Итак, что мы видим? Коробочка. Ещё бы. Она была не отмечена. Смотрите, какая красота. Барик Нукле Пискупс. И тут чё стоит, чё стоит? Галочка на Джугернаут. Ну, выглядит ништяк. Давайте вскроем, вскроем. Такс. Книжечка. Вообще, интересно, комплектацию ни разу не видал, что-то прямо этот... Вскрывали, смотрели, чё-то про... В этот момент. Но уж очень захотелось заказать. В комплекте положили... Бурик Нукле... Медиатор. Какой-то, конечно, х***. 10 рублей ему цена. Толстенный, б***. Картоночка. Картоночка. Набор струн. Вот это шутечка. Особенно, главное, ох***. Класть с Джиггернаутом сигнатуры Миши Мансер класть струны калибром 10-46. Это просто ох***. Ну ладно, это всё равно за что жаловаться-то. За 12 тысяч, это е***. Хумбукер сериал. Схема распайки. Потом распаяем. Посмотрим, как это будет всё выглядеть. У нас четырёхпроводный с синглом. Поэтому всё послушаем, сравним. Также, ну, SH-4 точно такой же. Четырёхпроводный с крышкой. Закрытая крышка. И вот она. Вот она, главная красота. Смотрим, смотрим, смотрим. О, да. Итого. Да, конечно, хорош, хорош. Упакован ништячно. Давайте мы его вскроем. У проводочки уложены. Всё так в поролончик. Чиццы видно, кстати. Довольно. Естественно, обряд за 12 тысяч рублей. Так. Ага. Эти болтички для установки его. Собственно, две пружинки. Два болтика маленьких. Вот тут видно. Ну чё, аккуратно бы его достать. Снимаем его. Тяжёлый. Кстати, тяжеленный. В отличие от Seymour Duncan. Он... Бус! Иди сюда. Он очень тяжёлый. И он мне сразу предупредили, я размеры оставлю в видосе. Он толстенный. Он намного толще, чем этот... Чем стандартный звукосниматель. Ну, посмотрите, какая красота. Они есть в разной комплектации. То есть, вы можете собрать абсолютно свой. Здесь что? Это самое навороченное, что есть. Иди отсюда. Это самое навороченное, что вообще есть. Это крышка Tiger. Такая поцарапанная. Типа золото. Но у меня просто вся фурнитура цыганская, золотая. Поэтому пришлось в такой же брать с золотой. И сигнатура. Булб. Нарисован у нас тут... Вот ещё поближе покажу. Пару крупных планов. Вот он. Красотища, конечно. Какой лужин, правда. Давайте посмотрим. Тут даже гравировочка сзади сделана. Что написано, что написано. Написано, Бурик Нукли Пикупс. Ну ладно, поставим, посмотрим. Всё. Далее идём за гитару. Ну что, в принципе, будем ставить. Всё просто пока что. Откручиваем крышечку. Откручиваем эти шпильки, которые регулируют по высоте. И будем вынимать его постепенно. Ну что, поехали. Ну что, теперь откручиваем шпильки. Крышечку. Мы отключили. Вот он уже болтается. Струны придётся либо ослабить, либо снять. Но сейчас посмотрим. Ну вот, можно видеть, как регулируется он. Я поворачиваю. Закручиваю. Он падает вниз. Аналогично я откручиваю. Он вверх ходит. Вот видно, как он ходит. Ну что, откручиваем их. Ну что, я их откручиваю. Видно, как он падает вниз. Полностью выкручиваем. И снимаем крышку. Ещё чуть-чуть. Крышечки, кстати, в комплекте с звучками нет. Поэтому буду ставить старую. Потому что иначе будут жидкие. Некрасиво. Вот такие шпильки. Вот они, эти шпильки. Откладываем их. Пружинки тоже есть. Крышечку я убираю. Ну что, вот он, наш звучок. Естественно, его держат провода с той стороны. Вот, как можно видеть, вот он. Цыганский. Ещё более даже золотой противный цвет. Ну, мы его сейчас никак отсюда не вытащим, потому что он припаян сзади. Так, перевернул гитару. Здесь всё просто. Эту крышечку надо открутить. Пять саморезиков по кругу. Аккуратненько её маленькой отверточкой подкручиваем. Поднём. Вот она упала. Экранированная. Всё дела. Убираем. Итого, что мы видим? Вот он весь наш отсек. Сомневаюсь, что вам видно. Вот он, значит, наш. Итак. Нам нужно узнать, какой звукосниматель. Вот я вижу два провода. От одного звучка провод. И от второго. Вот он, внизу тут. Вот он. Нам надо узнать, какой провод какой. Но это легко сделать. Мы просто поболтаем его. А, всё ясно. Бриджевый звучок – это вот этот провод. Вот этот провод, значит, смотрите. Вот он. Я его держу. Вот он, вот он. Вот он, вот он. Вот он. Вот он выходит. И видим, что он же такой же четырёхпроводный с отсечкой. Видим, выходит у нас что? Красный-белый вместе. Зелёный и чёрный. Красный-белый, зелёный-чёрный. Вот красный-белый, зелёный. И вот здесь не видно чёрный. Вот он. Темно, конечно, зараза. Сейчас под нему посмотрим. Мы это дело аккуратно отпаиваем. И в точно той же последовательности, абсолютно точно так же будем припаивать наш бури-нукл. Ну, смотри, смотрим. Так. Значит, вот он наш бури-нукл. Аналогично. У нас два провода вместе. Вот они. Зелёный и белый. Красный и чёрный. Ну, и земля. То есть, сама оплётка. Вот она, земля. Ну, что, я буду отпаивать. Паяльник разогреваем. И поочерёдно отпаиваем. Вот он этот наш проводочек. Мы отпаиваем всё. И подключаем по аналогии новый хамбакер. Итак, вот мы отпаялись. Надо не забыть, что оплётку тоже надо отпаять. Она прям к крышечке потенциометра припаяна. Мой 20-ваттный паяльник еле-еле отогрел её. Ну, что, теперь просто вынимаем её. Переворачиваем гитару и вынимаем. Ну, всё. Просто беру и вынимаю его. Теперь его ничего не держит. Струны снимать не стал. По идее, вылезет. Ну, мы сейчас попробуем, по крайней мере. Да, отлично. И аккуратно вытаскиваем провод. Вытаскиваем. Вот. И всё, собственно. Вот оно, наш. Вот он, SH-4. Сэммер Данкан. Который у меня стоял, чёрти, сколько уже времени. Он у меня уже надоел. Не могу. Вот так он выглядит. С золотой цыганской крышкой. Весь уже потёртый. По полной. И теперь интересное, что самое интересное. Мы его... Посмотрите, какая разница в размере. Вы просто посмотрите на толщину. Это просто ужас подальше. Вы посмотрите, какая-то разница в толщине. Вот я их представляю. Насколько этот здоровее. Но размер одинаковый. Длина, ширина абсолютно одинаковая, разница только в толщине. Но так как он регулируется вверх-вниз, поэтому без разницы. Тут с запасом толщины хватит. Ну что. Теперь его ставим. И также аккуратно пропихиваем провод в дырочку. Ну, сначала я его размотаю. Размотаю. Так. Вот и всё. Проводочек как проводок. На самом деле, если брать по качеству провода, по-моему, абсолютно одинаковые. Что здесь, что тут. Вот ещё для сравнения. Посмотрим, как сделаны. Вот. Вот так прям наглядно видно. Вы посмотрите, насколько он толще. Ну всё. Ставим его обратно. Я его засовываю. Момент истины. Вообще он сюда влезет, блин. Сначала я, наверное, пропихну провод. Они уже все... Их уже залудили. Изоленточкой замотал их вместе, чтобы можно было пропихнуть. Первый раз ставлю звукосниматель. На самом деле, никогда этого не делал. Да и потому что нахер оно надо. Всегда стоял один. Так что, если у меня получится, то любой... Даже самый последний дебил это без проблем сможет сделать. Так, ну что, пропихиваем проводок туда, в дырку. Вам нихера не видно, но сейчас будет всё понятно, чем занимаемся мы. Пропихиваю я его туда, в дырочку. Ну вот, вроде пошёл. Пошёл, 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 пошёл. Хорошо. Теперь перевернём гитару и с той стороны его примем. Принимаем. Кладём гитару обратно. Вот он, его конец. Я аккуратненько вытягиваю. Не охота обрывать провода. Хоть они тут с запасом, но... Значит, нормальненько. Конечно, струны мешают. Если вы их снимете, будет только лучше. Да, вот это проблемка. Но в целом помещается, помещается без проблем. Поэтому что? Ставим шпильки, пружинку не забываем под них подставить. Выглядит всё это дело вот так. У нас пружинка. И шпилька. То есть, вот так вот это выглядит. Вот так вот. То есть, мы ставим пружинку под звукосниматель. И сверху шпильку. Оп. И всё. И затягиваем, регулируя высоту. Ну, собственно, всё вот. По аналогии припаял, хомутиком затянул. Вот он наш новый звучок. Ну, осталось, что на место поставить крышечку. Собственно, вот она, закрутить её. Вот так это выглядит. Конечно, неплохо сел. Вы гляньте в рамочку. Вообще ништяк. Как так и должен быть вместе с этим. Стал нормально. Единственное, в чём проблему я нашёл, так это в том, что у данного звучка, у Сеймора, у них, да, у них здесь края спилены. Вот эти края, они спилены. В то время как у этого, у Буренукла, они у него очень острые. И пришлось немножечко сточить их, чтобы нормально вошёл. В общем, всё. Вот буквально только поставил, но в первое впечатление могу сказать, что реально меняется звук. Я, если честно, не ожидал, думал, будет то же самое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!